здесь у меня принцесса кико такой куст и вот руки чешутся его разделить и вот я все возьму этот горшок поставлю на стол все я тебя разделю какой же он тяжелый я тебя разделю может разделить тебе действительно он на постоянном росте потом кто-то нам цветоноса бывает сито этот зимой не несколько цветоносов боевой кто-то их надгрыз прям так нагло такой был большой цветонос и его просто взяли отгрызли вот тут у нас что-то растет я не помою и цикл еще цветения тоже хотя она у меня уже года три так точно восемнадцатом году покупала да вот первое месяце было три года как она у меня мне постоянно вот новые росты вот этот растет вот этот вот дорастает у которого должна быть это да стрелка отсюда тут куча новых ростов ну вот это любимое но не знаю да скорее наверно можно по пальцам пересчитать нелюбимых ну вот свел да то есть не то чтобы он совсем не цвел но как-то странно может действительно поделить вот такой фазе новый рост то то есть не пойму я она вот растет или уже все лучше и не трогать кстати бургмансия тут со светой смеялись я и хвастаюсь говорю вернее не хвастаюсь и говорю смотри какая странная бургмансия она желтая она вдруг зацвела белыми цветами но не сейчас открылись посильнее поэтому уже даже я отсюда вижу а так я не видела игры почему белые цветы ну то есть теперь видно и ихняя пыльца да как она называется то есть теперь я уже вижу что это такое когда пыльца еще так глаза не бросалась запах у не кстати очень похож бургмансии и лилей я смотрю бургмансия белая зацвела свет смотри все мне делается она же была желтая и вот наверно погода жара или еще что-то дожди на нее так повлияли она зацвела белым а потом заметила ее эти листочки она высоко я туда не достану я до нее даже не достану так вот на вытянутой руке вот увидала потом те листья лилии да это как она там называется древовидное ли что-то в у нее нет древовидное но наверное из-за их него роста это сколько метра два ну по-моему это не потолок а так брумансия светит как-то так вот периодически так где-то вот у нее сейчас бутоны нарастают не орхидея но вот мимо проходила обычно цикламены по моему мне в такое время не цвели вот тоже как-то наверное эти дожди на них как-то так подействовали хотят а безлистная но на грибы понятно да что они цвести стали в августе дождей не бывает просто ну вот как бы да бывает там раз сколько-то там лет 50 100 лет но я не знаю те кого я знаю все говорят что в общем живущие сейчас такого не помню чтобы в августе если вот но не тайфун разве что придет да с собой дождь принесет чтобы дождь то был тимбидиумы тимбидиумы тоже я вообще-то их не люблю и не любила но вот как-то так сердцу них не цветы какие такие миссистые всегда казались но какие-то совсем не элегантные да но они так цветут пышно надо пообрезать эти старые цветоносы и начиная зим где-то с конца зимы и до 6 месяца то есть они очень долго цветут что они любимые тоже стали кстати любимыми да вот свет ты говорил зачем ты хочешь дендробиум пересадить когда ты свой делала я там вставила свои реплики вот он старый этот горшок и еще по моему даже есть 3 где-то надо его как-то облагородить но это тоже круглый год на улице растет вот тоже блетела блетела довольно таки вредная когда ее пересаживаешь она растет вот так вот в сторону то есть она не растет как внутрь горшка почему-то навсегда все хочет удрать какой бы не был контейнер даже вот я купила и большой контейнер специально для нее да и все равно вот середина пустая она растет вот сюда и потом будет биться вот эти вот биться об края этого горшка да там зажиматься этими своими псевдобульбами ну что за поведение но цветет красиво каждую весну пышно это опять же цимбидиумы цимбидиумов у меня конечно много да вот не люблю я их вроде как почему их так много потому что их после того как они отцветают продавали по 3 доллара по 5 долларов и у меня из них просто уже так вот заборе я тут как то дело сейчас более-менее так по саду по расставляла и страшное количество и не в огромных ведрах уже сидят ну пускай еще посидят наверное пару лет может быть все выдержат это 10 литровый по моему ведра облагораживать их конечно нужно хоть и не хочется пересаживать потому что серединка у них получается старый псевдобульбы а новое все вот по краям да поэтому это конечно нужно будет разделить и пересадить в два горшка но это ж такая морока не такие тяжелые но они растут на улице то есть круглый год на улице только когда опускалась вот если минус передает минуса обычно не бывает но если вдруг передает минус то я их заносила домой тех у кого именно бутоны или цветы были потому что само растение выдерживает минус под утро да там даже то минус четырех вот ниже не знаю просто так где-то тут тоже расседая было а вот тут цветы нет цветы мерзнут я проверяла так максима вот я не знаю вот почему-то у меня беда какая-то с максимами может быть максим это же моя нелюбимая не очень любимая но мне их несколько так что любимая потому что я все пытаюсь их зацвести что они так не цветут они у меня вот так вот можете просто покупала какие-то маленькие растения это по моему даже я цветущие покупала все вот на такой стадии у нас потом опять начинаются новые росты да я же хотелось и показывать я как-то делаю видео про этим про но били то что вот я саживаю рассаживаю потом их приматываю так вот к дереву вот тут кстати тоже просто упала сосна я примотала вот эти вот две большие псевдобульбы и вот они даже цели тут вот да то есть они приматают как приматала просто чтоб держалась по моему она даже тогда еще стояла это состав она уже была засохшая а так как она уже лежит в такой позе я сюда положила эти уже выросли ее детки прямо с двух псевдобульб раз-два-три-четыре а вон там еще какой-то дохлик а и вот дохлик вот выросли такие вот уже всегда бульбочки они еще раз тут еще в активном росте растите дальше так где-то тут еще было а я показывала тоже про него видео он тут листве зацвел я даже не видала гипсоне написано но я рассказывала что и не уверена гипса нет или не гипса не так тут у нас не пентеста господи забыла закрутился за псевдобульбу как кувшинкой своей это конечно не хорошо я должны на его сейчас обман отмотаю но он еще и за крючок замотался вот если за веточки просто я просто веточки обрезаю да и пускай себе даже эту веточку держит пока не отпустит дендробиум домой заносить нужно будет поэтому хорошо что я начала ведь делать видео вот заметила так тут у меня манили формы я показывала по моему тоже посадку не пентест не за тут и веточку схватился если ему повредить вот тут вот как-то неаккуратно это сделать то кувшиночка просто засохнет может она уже засохла ветер например дула натрепалась так не пентеста не орхидея но вот на глаза попалась никто нас не опылил был цветочек вырастим коробочку цвели в этом году одни женские то есть насколько я заметила я их подписала кто женское растение кто не женское растение вот это у нас мужик вот руками пальцем показываю он не цвел все женщины процвели в этом году все тебя ждали а ты так вот себя некрасиво повел ну зато кувшинки говорит расти растю гляньте какие еще маленький но он все он уже цвел поэтому я знаю что это мужской там должно быть подписано так кто где-то еще были какие-то орхидеи а да вот на дозом она цветет отцветает где-то я тут уже показывала по мою про нее видео делала растет следующие где-то эту по моему даже видео но вот тут еще цветоноса не видно сейчас у нее две стрелки цветут да вот одна вот вторая где-то еще видео и кстати вот я не поняла до этого просто раньше не замечала может ли она цвести несколько раз а с одной псевдобольбы потому что видите тут тут три когда ты так могла то я не замечала вот так вот как-то там что-то цветет может она и процветает так по нескольку раз со старой псевдобольбы и роста растет и цветет в общем очень хорошее растение любимое да вот даже с другой стороны не подойду это у нас на доза сусанфудь такой вот вариации тут у меня лесные японские орхидеи на вот таком вот мне когда-то дерево пилили попросила мужа напилить не блоков здесь на какие-то кляксы а это наверное это что-то из сосновых по моему было наверно клей этой сосны или как она там называется так тут у меня гастро хиллзиапоникус потом тут все так ирия японская тоже рептанс рептанс на это тоже здешняя японская так дайте я посмотрю все руки уже черные гастро хиллзиапоникус кто-то еще был кто-то еще здесь был вот какое на все сырое кое-кто подгнивает да вот листья листья нападали тоже гниют ну принципе природа не природе они так растут уже я специально делала блок плоский потому что они по веткам поверху плетутся они цвели по моему именно про этот блок я не делала видео это вот ирия да вот от сила растет коробочку а тут еще бульбофилом япоником по моему так вот он он тоже цвел вот у нас черные цветоносики у нас да засохшие отсюда он съел тут у нас даже грибы растут миниатюрные вот это это на кто он с идем до это чем с этим это любили что ли да альбинин анцидиум семнадцатом году она мне его прислала получается так то что ли как быстро время бежит что альбин да я его приматывала вот просто он был в плохом состоянии и его приматал вот просто досечка было в принципе ему им хата совсем немножечко я подложила вот это вот старая псевдобульба то есть ее потом можно будет отрезать им так много грунта и не нужно отведите вот он нарастил себе псевдобульбы из корней себе делает сам эту подложку я специально так низко опускала старыми псевдобульбами чтобы новым было куда расти да вот даже блока для него пожалела нормального ему тут и тут хорошо он какие псевдобульбочки по наращивал вообще-то они там у меня сейчас цветут но что-то смотрю него цветоносов не вижу тоже такое довольно таки сильно растение отсидем куда лезет куда он на бок опять же к нобиле антидем я заношу антидем и не выдерживает низкие температуры ну то есть если будет ниже 10 уже там 8 вот так вот я за нашу так тоже вот даже без не подписанные какие-то задние чита псевдобульбы это свежая посадка видать вот это тоже антидем какой-то больной вот такие вот бывают больные просто жалко выкинуть поэтому висит подальше от всех покупала же тебе еще а лоха нависи ну и тут манили формы тоже рассаживала некоторых даже почки смотрю вообще-то они должны весной здесь если какой-то как бы это не неправильный уход потому что это на улице все-таки до температура тут скачет как погоде вздумается то бывает что они вот хвост да надо показать зацветают не положено и для них время процветают их не почки не тогда когда надо и то есть когда нужно будет им процветать да будет не такое пышное цветение как надо это наш подкидыш вот цветок он завалился вообще-то он должен прямо стоять но под дождями под тяжестью воды он завалился а я хотел посмотреть траву пропалю на вот этот вот на вот этот вот манили формы когда-то здесь стоял горшок типа этого да и на конце псевдобульбы выросла детка ну вот ну лежал же ты там а что вы тут снимаете парковой кино про меня там про тебя про твой хвост вот вот так вот где-то да детка тут было я прислонила к этому пню вот как раз я перед этим показывала манили форма я две псевдобульбы вот это вот к этой сосне до примотала она упала старая была и вот это детка сюда прижилась приросла и уже такой куст нарастила довольно таки пышный растет тут живет тут где-то тут еще должны быть орхидеи ну вот те же нобеля да они тоже тоже тут круглый год это кингианум вот так вот на них листья падают вот как в природе если вот руки дойдут у я там почищу так чисто для благородить ну конечно лучше не нужно это у них как подложка получается старые их не псевдобульбочки отмирает тоже вот так вот сюда же падают и они сверху корешками это все закрепляют и куст становится большой пышный и цветет весной здесь вот она вот этот куст который я хотела пересадить тоже старый старый от него куча деток по всему саду когда я тебе купила в шестнадцатом году так это я буду пересаживать ну принципе любимый да я вот скоро весь засажу этими нобеля это конечно гибрид надо купить себе природный нобеля это моя старая не финете в пятнадцатом году купленная маленьким кустиком он какой здоровенный сама опыляется но я не знаю если там нормальные семена нету все время у нее коробочки появляются там не какая-то целогина по моему она у меня одна из новых по целогина масса и что такое в общем зацветет посмотрим да вот это вторая часть этого фермере дендробиума тут он висит у него солнце будет если у того по утрам солнце то у этого будет ближе к обеду такое рассеянная так опять же там нобеля вот эти вот нобеля не везде рассаженные и тут тоже у нас так это у нас эти кинги да ну гибриды конечно кинге аномов не тоже цветут раз весной это у нас даже с таким вот названием я покупала я показывала по моему ли кого-то пропустила кто как цветет дендробиум вот такой вот эти вот вот они тоже круглый год на улице то есть минус 4 под утро они запросто выдерживают то есть иногда несколько раз за зиму то опускается такая температура да вот я смотрю что видео довольно таки длинная в принципе наверно смысла нет этого все все мои вот это вот любимая показывать вон там тоже видите вот их даже и не видно но так как лето обычно в это время жарко палит солнце то я это это что-то из-за залий обрежу потом уже сентябрь октябрь октябрь ноябрь наверное да и тогда на них уже будет просто прошу прощения попадать прямое солнце это здесь у нас манили формы тоже природные из соседней префектуры и там тоже нобелия и тут манили формы вот такой вот варигатные в общем там вот все сейчас спрятано чтобы на них сильно так солнце не светило и сильно их не обжигало ну вот какой то в этом году был неправильный август что вот видите почки цветочные что ли ну да вот это тоже на цветочек так довольно таки хорошо похож это неправильно ты не должен себя так вести но это уже как поперла вот улитка зараза ну ничего зацветет значит будет повод сделать видео и тоже опять же тут все манили формы манили формы вот так вот я делаю забор себе из гибридных манили форм тут у нас дендрофалинопсис он конечно же пойдет домой на зиму то есть он выдержит до 4 градусов я уже проверяла потом у него начинают листья несмотря на то что они как бы от дендробиума не сильно отличаются дендробиум нобели и дендрофалинопсис у него сразу же обмерзают не обмерзают а переохлаждается листья и пойдут они все пятнами он погибает если до 4 хотя бы опускается 5-6 вот так вот еще более-менее он как-то выдерживал но лучше конечно не рисковать вот опять же я садила вот эту корягу нобели и анцидиум ну вот не подумавши да из-за анцидиума придется эту корягу заносить домой я смотрю стрелок нету нету ну а на балконе там анцидиумы такие уже стрелки выпускали и даже кое-кто цветет уже да с этой стороны я не показываю там прошусь кто у нас тут кто у нас тут здесь это у нас макселярия да она весной цветет растет вот в эту сторону сюда поставила специально ее к солнцу ее вот этой части задней ну конечно эти уже туда не развернуться но может хоть немножечко приподнимутся там молодняк это да так тут у нас кто это тоже из коллекции нашего дядечки нашего председателя варнери нелюбимая любимая вот растит у меня новый рост и сама правильно загнулась туда к солнышку это кто у нас так это Шамбургия но она по-моему сейчас не Шамбургия да Шамбургия она по-другому сейчас называется вот именно она Алоэлия что ли но так как название старой Шамбургия то есть я себе галочку поставила Шамбургия из отсева это конечно не Шамбургия Шамбургия у меня никак не зацветет вот растит один, второй нелюбимая да самая любимая Шамбургия зацвела вот доказательство аж два цветоноса там у нас там у нас кто ну вот да это еще одна цветунья то что я рассказывала вот этот вот большой куст вот тоже еще один большой куст где-то по-моему еще есть там у нее есть написанное название в 15-й год вот тоже у нее как они чехлы, чехлы ну я уверена она процветет потому что она всегда пышно цветет название есть но мне сказали что она неправильная и вот может любителям рыбок вот эти вот маленькие я их люблю они невзрачные но это японская рисовая рыбка они именно в таких прудиках очень миленько смотрятся но это просто золотая так для яркости интересно что было еще черная но она просто исчезла я дно проверила вокруг тут проверила бывает тут лягушка сидит как бы лягушки рыбу ловят но почему она словила большую рыбу а не маленьких вроде как маленькие не уменьшились вот это вот у меня одна большая замка она тут довольно таки давно живет то есть они тоже живут на улице если зимой замерзает я его просто разбиваю они как бы такой спячка уходят на дно а весной их не их не икра вылупливается верни как-то детки да вылупливается из этой икры ну и сами конечно же рыбки они не погибают вот тут тоже какой-то дендробиум гибрид наверное какой-то там по-моему белыми цветами так ну это на солнце 30 градусов а кстати можно посмотреть сколько тут в тени сейчас у нас где-то часов 7 может по 8 27 да угу 10 21 22 22 23 24 24 25 25 25 Продолжение следует...